привет меня зовут владимир шушкин и сегодня мы говорим о казанском феномене это феномен довольно интересный связанный с последними скажем так десятилетиями советского союза когда казань фактически была наводнена подростковыми группировками тогда еще они не назывались преступными очень часто и с нами сегодня роберт гораев автор книги слова пацана привет я роберт гораев и вот очень хотелось бы да небольшой дисклеймер сразу же сказать я не топлю за пацанское то есть такое ошибочное мнение что раз я занимаюсь темой группировок то я как бы поддерживаю лироматизирую криминальный образ жизни это не так я как исследователь я препарирую мне неважно знать почему это произошло именно тогда почему именно в казани но каких-то симпатий кому-то выражать ну из преступников не совсем моя задача то есть этому дополнительное так такой бонус у меня что я был группировки я знаю как я могу там фальшь отличить от если кто-то пытается например в интервью приврать и я могу сказать а ведь на самом-то деле тут так скорее всего было это просто мне как истедователь дает дополнительный рычажок это не то что я топлю за пацанское и мне чуждо это все это не топлю за за мир во всем мире на самом деле но я против того чтобы дубасили друг друга на улицах это не мое я скорее богем и музыкант и дизакей то есть мне кажется что люди должны дружить они они избивать особенно подростки суть казанского феномена в том что как вот я формулирую что фактически весь город до оказался поделен на подростковые группировки то есть которые формировались нитка бы во многом когда по по вашим словам еще поначалу не занимались какой-то преступной деятельностью как образа образовывался это феномен если не заглядывая там в совсем давние времена и драки стенка на стенку с шаляпином а вот в 70-е годы как не занимались преступной деятельностью которая была ради вот такой наживы в крупных форматах потому что ну как бы отбирать мелочь школьников это было всегда и это было и до группировок это было не только в казани это было везде везде сейчас да да и собственно на самом деле история про стенка на стенку в советских городах и маленьких и больших это тоже общее для для всей страны было вот где-то это было чуть 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 более сильно нот по волжье она все практически было подвержено отличие казани наверно так в том что просто в казани было гипертрофировано как будто вот если вы взять и так и умножить сразу на 2 или на 3 ну то есть вот то что 100 группировок в городе или занимается только этим была огромная проблема для 80 эти ребята убили своего сверстника забили палками в групповой драки он был чужак из другой группировки это же шел убивать но ему не повезло их называют гопниками у них своя территория свои принципы своя философия начал 80-х это еще советский союз эпохи застоя даже не перестройка в перестройку об этом просто разрешили говорить ну 88 год самый разгар перестройки огонек пишет о том что вот в казани происходит такое но на самом деле москва на тот момент уже прекрасно знала о казанских группировщиков во всяком случае подростки московские потому что где-то с 87 начали ездить вот такие прям бригадки стайки из казани набережной челнов альметьевская на выходные на на пару дней в москву для того чтобы отнять какие-нибудь фирменные вещи кроссовки олимпийки аляски отнять денег и быстренько уехать обратно вот несколько лет это прям была такая эпидемия это было страшно говорят что даже а казанский вокзал как-то закрыли потому что там собралось несколько тысяч вот таких таких подростков москвичам это тоже не нравилось формироваться игры эти группировки начинают семидесятых правильно я понимаю знаете находил свидетельство что в сороковых пятидесятых в этих слободах были люди которые тоже так задрались стенка на стенку но вот в какой-то момент трудно точно сказать когда конкретно вот 79 80 вдруг появляется у группировок какие-то некоторые черты такой сильной дисциплины который который до этого не было деление на возраста наказание за курение и за принятие алкоголя и наркотиков серьезное наказание сборы каждый день то есть вот что-то такое военизированное они становятся бойцовыми бригадами возможно это было из-за того что их много стало в нужна иерархия была какая-то внутри внутри да то есть внутри в одной большой группировки возрастные страты иерархические то есть сами нижние это скорлупа шелуха потом супера возраст называется молодые средние старшие старики потом где-то автор лидер группировки пахан или и вернусь еще до którym как к периоду формирования когда вы говорите что вот вот контролируешь дорогу да условно контролирую из улицу мы в какой момент в любое время там есть группа группа пацанов которые считают что надо набить морду другие другой группе пацанов но в какой-то момент они почему вдруг понимает что вот им надо контролировать эту улицу как как возникает это понимание почему они в нее должны Вот ты сидишь во дворе со своими пацанами, вы гоняете мяч, но тут прибежали с соседнего района и решили вам разбить голову. Ты смотришь, это такие, это вот они, компания, они собираются вместе, и вот это они побили. Ты собираешься всех своих друзей со двора, все дворовое сообщество, а это еще пока не группировка, это дворовое сообщество. Или, может быть, если ты стратег, то ты думаешь, а вот мы дружим еще с тем двором, с тем и с тем, а давайте мы их позовем и вместе отмудохаем. И бежите с палками и мудохайте их. А в какой-то момент вот это дворовое сообщество, оно становится основой группировки. Кто-то там отваливается, кто-то говорит, да, я буду ходить каждый день на сборы, чтобы защищать улицу. Поначалу еще, кстати, вот конец 70-х, когда вспоминают, скажем, подписчики моего паблика и вообще тех, кого я опрашивал, мог не участник группировки побежать. Вот кто-то бежит на улицу, вот ты сосед, ты просто идешь, возвращаешься из школы, ну-ка побежали с нами, для народу будешь. В 80-х, в середине, ну, если ты чушпан, то есть не представители группировки, тебя не привлекут к этому точно. Нет, это почетная обязанность. У меня там в книге есть, упоминается, как вот создалась группировка Аделька, просто вот ребята сообразились, им не нравилась власть блатных на районе, они их типа прогнали один раз, пошли все вместе, избили. А кто-то из них был лидерами, и они и стали. Ну, там у них был такой некий элевар. Демократический способ выбора лидера, да. Иногда бумажка даже идет анонимно. Кто выделяется, кто-то станет лидером. Это такая вещь. Престолунаследование точно нет в плане, там, передаю старшему сыну. А иногда эта обязанность считалась нагрузкой для кого-то. Кто-то не хотел, например, у кого-то свои дела там есть. А это надо, значит, если ты лидер большой группировки, ты должен какие-то решать спорные конфликты между, например... Есть группировки в Казани, которые в какой-то момент вобрали в себя, ну, та же жилка. Это изначально около 11 дворов, там, Хайдеровский двор, фашистский двор, кстати. Если этот двор имеет внутри конфликт с этим, вот лидер же должен это как-то решить. Но для этого нужны какие-то способности. Это просто такое сообщество, оно параллельно государству, оно такое государство в государстве, как бы теневое государство, которое, на самом деле, все функции практически государства, оно копирует. То есть войны – это внешняя политика, есть внутренняя политика. Налоги. Налоги, граждане, неграждане, из закона, это понятие, это закона. Но при этом они не возникли на волне, грубо говоря, романтизации преступного мира. Они возникли на волне урбанизации, быстрой урбанизации Советского Союза, когда сельские жители переезжают в город, как раз и свой менталитет как бы транслируют на городское поселение. Город еще не может диктовать такому количеству людей, что мы здесь живем немножечко по-другому, что мы не ненавидим людей из другого района. А на самом деле мы ненавидим людей из другого района, потому что мы так привыкли. Вот наша деревня всегда не любила ту деревню, и мы с ними дрались. Потом все-таки перемалывается. Сейчас же по территориальному признаку таких группировок не возникает новых, во всяком случае. Вот в Москве, грубо говоря, есть память народа еще, что там какие-то есть Долгопрудная, там Латкарина, не знаю, Аждань в районе станции Вытина, но реально это людей уже не волнует. То есть городская жизнь, она немножко другая. Приятнее, когда ты в городе можешь идти ночью расслабленный, дочку или жену отпустить ночью, и она спокойно... Метро у нас до скалейки ходит до часу, это значит, нормальные люди ходят до часу и не боятся ходить. по городу. Но ведь эта урбанизация, она же была во многих городах. Почему в Казани вот такую вычурнув? Ну вот, собственно, не одна причина, их много. То есть вот помимо урбанизации, вот застройка, застройка важнейшая штука. Ну, был какой-то там эксперимент в Чикаго, знаете, построили два дома, и они стали трусчебными, потому что была заселена такая публика. Была такая даже группировка в Казани, 111-й двор, это просто один дом, 111-й. И он был весь трусчебный, и там жили вот такие зэки. И, собственно, этот дом и был группировкой. Там вылезали все, когда там надо было драться в 70-х. Все со всеми. И авторитетов вот этих, которые там отсидели, вот эти крытники так называемые, их было там штук 7-8. И они были все достаточно яркие персонажи. И это все потому, что в центре было много трусчеб. Была суконка в Казани. Это самый древний район, который, кстати, принимал еще Емельяна Пугачева в свое время, и была родина Шаляпина. А в 70-е годы он был просто туалет на улице, деревянные дома, и вот он и был источником, собственно, вот этих бед. Вот вы говорите, вот есть микрорайон, условно, в нем сформировалась группировка, ну, там, как пацаны по интересам. Я живу в микрорайоне, я могу не быть с ними или нет? Конечно, можете. Точнее, а в какой-то момент это еще надо заслужить? Или как бы надо? Они не берут каждого. А я могу не быть с ними, например? Да, можете не быть с ними. Вот если, например, вы очкарик, как я, похожий на очличника, или там ходите со скрипочкой, то он у вас не посмотрит, но вас будут обижать просто. Ты не будешь пользоваться, конечно, благами гражданина этого мини-государства, потому что ты не будешь являться его гражданином. Если он не идет в группировку, а живет в квартале, где существует эта группировка, то его будут либо третировать, либо ему не дадут спокойно учиться, либо будут с него требовать деньги с его родителей. Его группировка ставит такие условия, что он обязан туда пойти. Окей, хорошо. Я маленький подросток, я хочу в группировку. Что мне нужно делать? Надо, чтобы заметили тебя. Ты же общаешься в школе все равно. Есть группировщики. Надо дождаться, во-первых, в какой-то момент, когда будет набираться младший возраст. Обычно его не было. Если только ты не переехал из какого-то района, чтобы ты взял и пришел сразу к молодым, это были единичные случаи, естественно, частные. Но так желательно, чтобы ты с самого младшего возраста шел, рос, рос, рос. И вот, если ты подходишь по каким-то параметрам, если ты не сдавал в милицию своих товарищей, каких-то вещей не делал, которые не подходят по кодексу, или, например, ты не сидел на счетчике, то есть, если ты кому-то отстегивал уже какое-то долгое время, то тебя тоже не возьмут, потому что это чушпанский поступок. Ты не мог постоять за себя, типа, ну, зачем ты нам такой? Ну, типа, вот такой-то, да. Мы тебя не возьмем. Вот такое было правило. А как человек должен себя прыгать? Не знаю, спортсмен там какой-то должен быть. Ну, если ты дерешься хорошо, то на тебя заглядывают в первую очередь, конечно. Если ты знаешь все октавы берешь, это не так важно, как если ты быстро бегаешь, сильно ударяешь и все такое. Вот, окей, хорошо. На пацана смотрят, какую-то проверку устраивает, какую-то процедуру принятия. Первые сборы, там, ну, ритуально 80-е годы были, был ряд вопросов. Ну, он такой-то тоже как бы ритуальный, как, знаете, высайская история, мюзикл преступный. То есть кто-то задает какой-то вопрос, ты на него отвечаешь, и примерно есть шаблон, шаблонные ответы, которые там, почему ты решил подойти к нашей улице, кого знаешь, что слышал, в каких-то местах могли тебе предложить спарринг, вот, находить Акташи 80-е. Били тебя так, ну, то есть говорили, давай ты сейчас встанешь рук, мы тебя помудохаем, если ты решишь остаться, после этого выдержишь, то давай будешь с нами. То есть ты просто не отбиваешься, стоишь, да? Нет, в некоторых случаях ты должен был подраться с кем-то в отмах. Ты не сможешь отбиться, на тебя там напал сразу, ребят, с хорошими навыками драки, то есть вряд ли бы ты смог бы. Ну, ты посмотришь, чтобы ты не убегаешь, закрываешься, может, там, махаешь кулаками, ну, и достаточно, ладно, хорошо. Ну, видно же таких людей, в общем-то, в принципе, когда я брал интервью для книги, люди говорили, что заранее понятно, вот этот будет с улицы, а этот осень никогда не будет. Пацан становится членом, гражданином уекового государства. Какие у него есть права, какие обязанности, что он должен делать? Там, скорее, вот кодекс пацана, он предполагает, скорее, чего не должен делать, ну, да, вот, например, не сдавать. Ну, не сдавать, понятно, да, не сотрудничать там. Ну, да, они понятны, они направлены на что? Если тебя скобляют, ты должен сразу стать в отмах, это значит ударить. Если тебя посылают на три буквы, ты вообще не раздумывая, если перед тобой стоит 50 сек, ты должен все равно начать драться. Ты не имеешь права ломиться, это убегать. Ты должен всегда поздороваться со старшим, если даже вот ты идешь по улице, и он идет по другой стороне, ты должен, если ты его заметил, подойти и поздороваться за руку, это было важно. Ты не должен здороваться с чушпанами, с не участниками игры права, потому что вот это только пацаны, даже пацаны разных группировок, здороваются между собой, а с чушпанами ты вообще дела не имеешь, ты типа аристократ, только в криминальном плане. Пацанские понятия, они очень-то похожи на воровские, вот эти тюремные понятия, которые зародились еще тогда в лагерях ГУЛАГ, дошли до казанских улиц с некоторыми изменениями. Разрешалось ходить в армию, как, например, ну, то есть отношение к власти. Если вор, он не должен запятнать себя присягой к государству, то пацан уличный, армия воспринималась как школа жизни. Она даже была таким, неким водоразделом. То есть вот пацан до армии дошел, он стал старшим, а после армии он вернулся, стал стариком, и дальше ему даже был выбор. То есть в 80-х годах, хочет ли он оставаться с группировкой, или, например, пойдет на работе на завод, вольется в обычную жизнь обывателя, там женится, родит детей, и станет старшим мастером на моторостроительном заводе. Ну, вот так это было. А мог дальше, вот я с пацанами буду ходить на сборы. Вот вы говорите, там, контроль улицы, бла-бла-бла. Но в какой-то момент это становится очень жестоким делом, да, потому что это драки с арматурой. То есть там ты смотришь на документальные кадры, да, которые в Советском Союзе были. Там погибшие, потерпевшие, ну, то есть людей убивают, людям наносятся тяжелые повреждения. Откуда эта жестокость тогда получается? А подростки же всегда жестокими. То есть они просто не оценивают действия. Фильм-фильм Чучело, помните, в 86-м году? И те, и те подростки жестокие. То есть это как бы благополучные подростки в этом фильме. То есть в принципе тут говорится о том, что люди-сообщество иногда отключают такую моральную оценку этическую к своим поступкам, и ты следуешь указаниям лидера или как бы ты, может быть, и думаешь, что ты сам это делаешь, но на самом деле за тебя кто-то решает в этом сообществе. Группировки и там же менеджмент тоже есть. То есть у каждого возраста есть старший. Если делать за тем, чтобы была дисциплина, чтобы точное количество людей было на сборах, если у вас недостаточное количество, вас наказывают, это бьют весь возраст. Или там, чтобы во время войны, например, было бы вот это орудие, монтажки, кирпичи, шарики подготовленные, были схроны. То есть для тех, кто хочет монтажка, это монтировка вот такая? Арматура, да, такая строительная. Ну, такая железа. Какую достал, такая есть. Ну, или дрына, это просто деревянная. То есть просто кулаков в какой-то момент стало недостаточно именно из-за подростковой жесток. Кто-то один раз прибежал с кулаками, а там оказались ребята заряжены. Ну, и в следующий раз ребята с оружием, конечно. Опять же, для тех, кто не читал книгу, да, или не очень знаком, а что такое пробег? Побежали, это имеется в виду, что вы побежали, ваш возраст, ну, обычно это супера, это вот не самый младший возраст, а те, кому уже там 16, сполнилось, вот они такая основная боевая сила, побежали на противника, на место их сборов или просто на их территории, если в этот момент у них нет сборов, и пытаетесь найти участников группировки. то есть вот там старшие вам сказали, вот чтобы побежали, чтобы кого-нибудь там отмудохали. Иногда это прибегает и никого не находит и достается. Ну, как бы, что по нам не доставалось, на самом деле иногда и им доставалось. Ну, то есть вот вообще никого не... Ну, когда приедешь, что лицо незнакомое... А ты подходишь и спрашиваешь... Он должен честно ответить. Да, честно ответить. Ты когда видишь толпу агрессивных чуваков, там, чуваков не было, такого пацанов, около 10, и ты видишь, что они чужие, а не те местные с района, ну, можно же предположить, что, наверное, пришли бить. Иногда вот был случай возле клуба «Эйфория», это уже 90-е были, там пришли высотовские мстить Первогоровским, и клуб находился на территории Первогоровских. И там возле входа в клуб стояли три парня, которые жили на Первогоровке, и те у них спросили, откуда? Те говорили, с Первогоровка. Это было ошибочно, они не были участниками группировки, но их троих там застрелили сразу. С различными травмами доставлены в больницы. При доставлении один в больнице в приемном покое скончался. Были исключения из правил, когда люди пытались за обман. Даже вот если ты участник группировки, и ты видишь, что толпу, ты говоришь, что ты не с улицы, вот если об этом узнали внутри твоей группировки, тебя с позором отшили. А если взрослый человек попадается, ну прям мужик совсем идет, например. Мужик? Ну вот типичная ситуация, которая показывает, как к этому относились тогда. То есть ты провожаешь девушку, которая живет на территории другой группировки, с которой у вас не очень отношения. Ты пока идешь с девушкой, тебя не могут тронуть, потому что ты идешь с девушкой, понятное дело, обратно до остановки до твоей провожает ее папа, например. То есть с папой не трогают, потому что папа взрослый, он из этого мира, и этого его не касается. Ну это где-то примерно до 90-х годов. Ну вот так работает, окей, государство в государстве. А как на это смотрело основное это государство? Оно проморгало это формирование этих группировок, или потом не справилось? Смотрите, даже милиционеры в 80-х, да бегали мы сами друг на друга, стенка на стенку. Что вы нам рассказываете? Какие подростки? Это же взрослый, как только выходит из мира подростков, он просто этого не замечает. Ну пришел мой сын или дочь там с синяком. Ну во все всегда все приходили с синяками. То есть кто-то побитый. Ну мальчишки подрались. А ну как бы всегда везде дрались. Ну не понимали масштабов проблем. Вот у меня описывается в книге случай, что пристал мальчик ходить. Один из моих героев в школу, потому что там они что-то приехали и перешел в другую школу, а эта школа находилась на территории другой группировки и он не ходит на занятия. Тебя били? Очень часто, почти каждый день. Даже доходил до того, что очень часто уходил с уроков. Но я молчала сначала, боялся, думала, если узнают, то еще вообще могут они убить. Потому что нельзя их даже назвать людьми. Вот я боялся очень их и не говорила о том, что я пропускаю очень много уроков. Особенно последние уроки. Потому что после последних уроков школа почти пустая и полная свобода действия. В самой школе прямо бил? Да, в самой школе. А на улице? На улице и на улице тоже, если уж поймают там. Нам стараются, конечно, убежать от них. На улице мне не трудно, но вот в школе никуда не убежишь. Это бывает в углу зажмут некоторые, некоторые растянут руки, там бьют. Один бьет. Издевались, они сильно издевались. Вызывают родителей школы, а он говорит, вот потому что там так тоже группировка. Никаких группировок у нас в школе нет и не было и не будет, говорит директор школы. Они даже сами в это верили. Возможно. Ну, невозможно было не знать, если ты педагог в 80-х годах в Казани. Ну, просто ставали группировки. Один из учеников попадает в больницу, а то и в морке. Там в какой-то момент уже, знаете, в престижных школах вытаскивали пытались, если родители были какие-то, ну, какие-нибудь чиновники или там на заводе. Мне вот рассказывал один парень, были девочки-старосты, которые, если кто-то попадал в группировку, они сразу классные руководители на сетап. Чего, вот эту группировку? Ну, тут же вызывался, и там, если родители могли, они там, не знаю, не домашний арест, но как-то пытались влиять. При большом желании родители мог вытащить своего любимого чада из группировки, но чаще всего родители просто не знали об этом. Правильно я понимаю еще, что, грубо говоря, государство проиграло борьбу за умы в какой-то момент вот этих пацанов. То есть у них не было другой альтернативы, ну, то интересно. Не знаю, вы не могли пойти в спортивную школу и заниматься там только хоккеем. Да, молодежная политика Советского Союза на тот момент она уже такая, фу, авторитет комсомола вообще был на нуле. Ну, то есть октябрят и пионерия еще держался по инерции, потому что я помню, какое удовольствие доставляло вот это. А это тоже как возрастная страта. Если у меня есть пионерский галстук, значит, мне исполнилось определенное количество лет, значит, я уже взрослый. Инициация. И первый год ты его носишь вот так, а потом уже, конечно, встыв в карман. А поначалу ты думаешь, а, смотрите, все, я достиг такого определенного возраста. То есть он говорил, ну, и октябрятский значок, на тот момент. И, собственно, это была параллельная организация, это был параллельный авторитет, конечно. И, опять же, вот этот социальный лифт хоть какой-то. Спорт школы не могла быть таким социальным лифтом? Или ты все равно параллельный будешь? Ну, да, если ты в спорт сходишь, если у тебя успехи, тем более в спорте, то тебя могли освободить от сборов. Ну, скажем, если у тебя вот тренировка в этот день, ты мог не ходить. Поэтому в какой-то момент в 90-х, кстати, молодшего возраста, собственно, смещалось это. То есть в какой-то момент сборы превратились в спортивную тренировку. Почему? Потому что спортивную тренировку никто разгонять не будет. Ну, как бы, вот чем? Мы-то спортом занимаемся, мы-то в футбол играем. Милиция-то знала, конечно, чем-то он занимается, потому что, ну, какой-то участковый в некоторых районах мог знать всех на пересчет и сказать, вот оттуда этот... Есть ли хороший участковый, который знает свою пасту? Ну, на сборах что это? Люди собираются, да? Да, ну, то есть обсуждает какое-то действие. Сборы были утомительным занятием в 80-е. Ну, то есть, вот два-три часа вы каждый день, там, шести. Зачем столько времени проводить вместе? Потом вы это поняли, когда, скажем, асфальтный период, когда прошел, вообще, то есть просто, ну, давайте соберемся несколько раз, чтобы не забывать, что мы, то есть, ну, в неделю три раза, там, полчаса, сорок минут, поболтали, там, осудили дела, дали поручения, все, пошли, хорошо. Ну, или, там, может быть, какое-то решение неочередное, там, наказать кого-то. А как асфальтовый период перерос в какую-то вот уже базу для, там, нового, криминального бизнеса, наверное, как? Нет, в какой-то момент есть такой мифологический случай, что где-то в 92-м или 93-м прошли такие общегородские сборные, которые сказали, все, асфальтные войны мы прекращаем, начинаем прибивать коммерсов, улицы больше не воюют, и, так условно, какие-то улицы даже перестали действительно воевать. Но при этом это все равно же проносили группировку криминальную. Оно не исчезло, оно не растворилось в воздухе. Война за деньги уже. Да, война за деньги, потому что это уже не символическая война, вот она стала намного более кровопролитной. То есть группировки стали питательной средой для, как бы, уже новых ОПГ. Да, да. Они сами стали на бригады делиться, и причем вот тоже, да, в какой-то момент уже стало понятно, мне не обязательно быть в бригаде со своими, участниками своей группировки, а вот у меня есть вот такие, и вот там были сборные бригады, просто я вот с теми, мы занимаемся с теми, с таким-то криминальным бизнесом. Иногда не очень криминальным, в какой-то момент бизнес мог быть серым, а в какой-то момент люди стали легализовываться, потому что оказалось, что легче, легче и безопаснее, зачем кого-то убивать или отнимать, когда вот бизнес пошел и так без этого. А что с большинством стало, то есть вот большинство людей, которые не стали бизнесменами? Вот, собственно, в паблике своем, ВКонтакте, я задавал этот вопрос, неоднократно мы обсуждали и выяснили, что большая часть, на кладбище много, понятное дело, там эти аллейки до сих пор в 90-х, потом сопутствующие такие потери, это если люди сидели, ну, поднакомились с российской пеницитарной системой, то они вместе с этим туберкулез в основном, цирроз в печени, это основные смерти, ну, и третий инфаркт, конечно. Много пьют, основная работа таксист, строитель, охранники у некоторых, кто не поспал в списке ОВПГ, потому что не всегда берут, если у тебя там срок или что-то, вот среднее такое, а те, кто наверху, маленький процент, ну, как и у обычных людей, то есть вот процент таких каких-то успешных людей, которые смогли перейти, потому что в какой-то момент уже государство начало сажать, где-то вот с 99-го года, вот когда в группировку ходит октаж, по такой схеме, то есть берут группировку, кому-то там лидерам дают пожизненно, там, ну, весь костяк на большие сроки, то есть люди, люди стали от этого, конечно, уходить в бизнес, и даже если ты уже ушел в бизнес, тем могут все равно сейчас, до сих пор, вот сейчас у группировка первогорковских, уже по второму разу, один раз они, вот интересный момент, один раз был этот суд, то есть вот по первой горке, они отмазывались, все нормально, второй раз сейчас будет суд. Ну, вот вы говорите, там, условно, если дают большие сроки, то люди от этого отходят, а у вас же в книге написано очень подробно, да, про дело Тяп-Ляп, конец 70-х, ну, там, вторая половина 70-х, и там смертный приговор, то есть там высшую меру дают, но при этом... Четверин дают, да. Да, но это при этом ни на что не влияет, и группировки, как грибы, все равно потом растут. Тяп-Ляп, особенная группировка, то есть, собственно, наверное, это тоже одна из причин, из-за чего в Казани казанский феномен, потому что она такая была пропиаренная, тоже в таком мифологическом... Сейчас я прошу прощения, поясню людям, что Тяп-Ляп это потому что теплоконтроль, завод Теплоконтроль, поэтому название Тяп-Ляп. Да, да, и в 70-х годах, и в 78-м году они пробежались по территории на татарской группировке, ну, они пробежались тогда уже с огнестрелом, с убитым пенсионером, и это, ну, милиция показалась, что это ту мач, поэтому об этом рассказали по голосу Америки, если по голосу Америки говорили, то в СССР это было таким сигналом, надо бороться. Стрельба началась, начали уже в город ходить, все уже, у нас никогда оружия не было, начали где-то что-то искать, обрезать, и там посадили, то есть, действительно, четырым высшую меру наказания, двоих помиловали, потому что, знаете, по какой причине помиловали, интересно, столько подростков будет расстреляно, четыре подростка, ну, это слишком сильно, то есть, решили, что только двоих можно расстрелить, потому что, там, один из этих, там, Масленцев был, ему даже, он был то ли на грани вот этого несовершеннолетия, то ли еще не был, даже совершеннолетним, вот, а другим дали максимальные сроки, тогда 15 было, по тому уголовному кодексу, до 97-го, можно было только либо тебя посадить на 15, либо дальше уже расстрелять. Но это никого не испугало, группировки продолжили расти все равно. Одна заметка всего вышла, вот такая маленькая, показатель, советский Татарстан, она знала о них не как, кого расстреляли, кого посадили, а о тех, кто, вот я, как я слышал, что ей была такая группировка, вот тяп-ляп, они ходили в джинсах, мода группировка конца 80-х, она была совсем другая, и мне было удивительно, вот как ездили на мотоциклах и стреляли из пистолетов, типа, по ментам, вот так, вот так я в детстве слышал, ну, это скорее, ты думаешь, нифига себе, банда, хоть сериал Спрут, это было в Казани, вот так это вот понималось, а да, тяп-ляп, а это вот, ну, если ты мальчишке такое расскажешь, то он скажет, нифига себе, вот хочу, то есть это сработало наоборот, говорят, что вот было такое затишье после 78-го года, после суда, на годик, а потом прям как грибы, сначала 70-х начали расти, вся, вот каждая улица поделилась, там, что-то там. Более 60 группировок разделили город на сферы влияния. Это эпидемия какого-то массового одичания. И это стихийно, иногда, есть там, а следы КГБ, это там мифы, но на самом деле, вот ты слушаешь, вот пришли, собрались, поняли, что нам нужна защита, потому что вокруг много агрессивных группировок, и мы решили собраться сами. Может быть, я не прав, но у меня сложилось ощущение, что, несмотря на то, что феномен был очень большим, прям вот очень большим, фактически 3 десятилетия им захвачено, как минимум, но тем не менее, о нем не так было много известно, то есть в Советском Союзе снимались какие-то док-фильмы, то впоследствии, и, как мне кажется, вот кроме вашей книги, каких-то больших исследований не было, как вам кажется, почему? Ошибочное мнение, да, то есть, в общем-то, чтобы подростковые группировки вообще исследовали таким образом, как казанский феномен, этого вообще не было, не в российской истории, не в криминалистике, я думаю, тоже, в тот момент, когда узнали в Москве о том, что есть такие подростковые группировки, что это проблема на уровне одной из автономных республик, Татарстан, не была самим республика, это была автономия, что было сделано? В 1986 году МВД поручило социологам из Казанского университета, была такая группа Сологаева, они начали исследовать, они брали интервью, эта группа долго очень занималась, буквально лет 5 назад она прекратила, ну, во-первых, свой руководитель Сологаев умер уже, а вот те ребята, которые с ним писали вместе диссертации всякие, очень крайне интересные, Шашкина, они как бы сменили тему. Был бюджет на ее исследование, и она поэтому, собственно, с самого начала практически очень хорошо была исследована. Первая книжка вышла в 1991 году, Любовь Агеева «Казанский феномен, миф и реальность», была серия зампредседателя Верховного суда Татарстана Максима Беляева, и там еще был Шептицкий соавтор, потом он отвалился у него, и там была такая серия «Бандитская Казань, бандитский Татарстан», там такой как бы дайджест из самых интересных и громких дел, и вот на основе, собственно, судебных всяких дел или там разговоров со следователями Беляев, ну, в общем, такие интересные книги, их 4, кстати. Потом министр МВД Асгад Сафаров написал, ну, точнее, за него написали, как и Брежнева раньше, помните? Министр Республиканский, да? Республиканский. Асгад Сафаров, да, который потом достаточно громко ушел, был такой прецедент в ВВД Дальний, когда погиб парень из бутылки шампанского, не хочется в грязи даже слух говорить, Сафарова тогда сняли, ну, правда, как сняли, в администрацию Рустема Маниханова его сняли, переместили, переместили, да. Там он пишет, его книга называется очень громко, «Закат казанского феномена», то есть он рассказывает, как бы, как вроде бы они с группировками поборолись. Тоже, как бы, ответ на вопрос, да, обыватель считает, что группировок уже вообще давно нет, вот уже в 90-х, просто в Казани их нет. Ну, на самом деле, просто они изменили свой облик, то есть нет уже вот этих таких гопников, как 80-е, которые тебе не дадут проходу. Где-то на райончике они там тоже есть, на окраинах, но основная деятельность, она такая, ну, просто преступная деятельность, а преступная деятельность, она же не требует какого-то афиши. Вот смотрите, привет, я преступник, у меня есть сообщество, давайте. Нет, просто ребят по-тихому что-то там совершают, встречаются, где-то социализация на таком на дворовом уровне, она тоже идет, и деньги во всякого возраста собирают. Официальный Татарстан не гордится этой темой, им, то есть мне там палки в колеса. Вот это такое наследие Советского Союза в плане того, что вот есть федеральный центр, нам не охота позориться перед Москвой. Ну, как так, группировки? Я был на похоронах, мы все видели, мать его наезд сказала, ребята, клянитесь мне, когда отпускали гроб в могилу, что прекращайте друг друга вивать. Это что, что интересно получилось, что все помолчали? Промолчали, никто не поклялся. Хоть все стояли, плакали, все, но никто ничего не сказал, все помолчали. А возможно ли, не знаю, сейчас или в каком-то ближайшем будущем повторение чего-то подобного? Вот часто сравнивают, не знаю, с движением Аль-Е, романтизацией, там. Движение, оно же, оно же скорее такое, воображаемое, как вы понимаете, есть воображаемые друзья. Не все понимают. Ну, нет такого движения, то есть, оно где-то ближе к Сибири, оно где-то, возможно, присутствует, что-то похоже, как бы, на субкультуру, ну, скорее, есть такую сетевую субкультуру, кто-то, кому-то нравится из подростков сказать вот эти буквы. Ну, смотрите, движение АОЕ названо экстремистским. Что такое экстремизм? Это когда кто-то пытается нарушить границы Российской Федерации, и АОЕ, 12-летние мальчики, нарушает целостность Российской Федерации. Ну, это просто смешно. Мои подписчики смеются прям вот реально в голос АОЕшники, ну, это какие-то клоуны. И вот есть анимешники, косплееры, то есть, это ребята, которые косплеят тюремную субкультуру. Вот, грубо говоря, вот это все, а не более. Казанскому федерацию действительно, там, и кровь татарских мальчиков была, и русских мальчиков, и аллеи на кладбище. Это все серьезно. А эта субкультура такая. Она, скорее, мне кажется, для каких-нибудь ленивых следователей, которые, пойду я ловить преступников, куда я пойду? А, в интернет и пойду. Залез в паблик, нашел, спровоцировал пару подростков и посадил. Ну, вот. Но все-таки, возможно, как вам кажется, повторение, в каком-то виде, может быть? Нет, нет, нет. Потому что общество изменилось? Потому что общество изменилось, потому что вот этот переезд из деревни в город произошел уже много лет, если даже твой отец или там дедушка придерживался таких порядков 100 тысяч, сейчас уже пожив в городе нескольких поколений, ты понимаешь, что здесь ценности другие. Конечно, даже Казань, собственно, то есть, несмотря на то, что группировки остались, то есть, ребята выглядят, молодежь там, хипсерская, может там, в ушах с тоннелями. С тоннелями, да. Можно выглядеть ярко, можно выглядеть необычно, в общем-то, за шмот вряд ли вопрос пояснить. Как у вас там свет в конце тоннеля, да, вот это? Да-да-да, это кто-то там сказал, один из героев. КОНЕЦ